Вашингтон за сутки после удара по авиабазе Шайрат в Сирии так и не доказал, что там есть химоружие. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Он подчеркнул, что подтвердить или опровергнуть наличие отравляющих веществ могут только эксперты после тщательного анализа. 7 апреля Соединенные Штаты ударили по этой базе крылатыми ракетами. В Вашингтоне утверждают, что именно самолеты из Шайрата ранее применили в провинции Идлиб боевые отравляющие вещества. По данным Минобороны нашей страны, от американского удара четверо сирийских военных погибли, четверо ранены, двое пропали без вести. Сейчас авиабаза работает в штатном режиме. Минобороны США подтвердило, что получило от россиян ноту. Наша страна заявила, что вместе работать по сирийским вопросам с Америкой больше не будет. Речь идет о так называемом предотвращении инцидентов на Ближнем Востоке. Тут две страны планировали действовать сообща. А причиной при остановке сотрудничества по безопасным полетам как раз и стал американский ракетный удар по Шайрату. В России расценили атаку США в Сирии как неприкрытый акт агрессии против суверенного государства без какой-либо санкции со стороны ООН. В России расценили атаку США в Сирии как неприкрытый акт агрессии против суверенного государства без какой-либо санкции со стороны ООН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова